Спасибо, ребята! Здравствуйте, дорогие мои подписчики канала Партизанский Инфоспецназ! С вами снова КотПартизан! Ну что ж, начинаем продолжать рубрику «Что было в 90-е?» Это уже вторая часть. Сядьте поудобней, молодежь, заварите кофе, чайку и сделайте бутербродики. Ну а либералы из Магарята могут хлопнуть стакан водки за упокой 90-х годов. И больше они к вам не возвратятся. Мечтайте! Мечты несбыточные у вас. Ну давайте начнем с того, я уже видео не нашел, как выглядели школы в 90-х. Многие прогулили уроки или платили деньги для того, чтобы поставили хорошие оценки после поступить в какой-нибудь престижный вуз или институт. Подписчики, узнаете? Вот посмотрите это видео, узнаете? Напишите в комментариях, что это и где. Итак, друзья, мы же думали, откуда они взялись в кастрюлю головые. Вот посмотрите, с 90-х годов. С 90-х годов. С 90-х годов. Узнали рынок? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Очень вас прошу, напишите, что это за рынок и где он раньше был, находился, в каком месте. И в Москве, и в разных городах рынки были и на стадионах, и на вокзальных площадях, и много-много было стихийных рынков в разных подземных переходах. Да, молодняк, поинтересуйтесь у своих бабушек и спросите у них, если они, конечно, сельские и возили раньше продавать мясо, молоко или выращенное со своего огорода. Спросите, как бандиты их прогоняли с рынков. Пожалуйста, поинтересуйтесь. Может, тогда до вас дойдет, что не нужен этот либерализм. Мы уже в 90-х годах это прожили. Да, 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 прожили. А вот еще один рыночек, по нему любил гулять Борис Николаевич Ельцин или по-другому ЕБН. В общем, посмотрите. Также прошу комментаторов написать, что это за рынок. Я не смог, честно говоря, определить, что это за рынок. На все два видео ссылки будут внизу в закрепленном комментарии под видео. Все 90-е президент ходил по рынкам и магазинам и интересовался, какие алкогольные напитки распивает Россия. И чем их закусывает. 1996-й. Ельцин поражен богатству выбора. Про бизнесмена Владимира Довганя говорят, что он первым придумал торговать на рынке продуктов собственным лицом. Внушив всей стране, что это гарантия невиданного качества. Уроженец таежного поселка с необычным названием Ерофей Павлович заработал первые большие деньги на организации подпольной секции каратэ. А в 90-м Довгань открыл кооператив по выпуску жареного картофеля, чипсов. А дальше больше. Гречка, макароны, сыр, молоко и, главное, водка. Он стал выпускать все подряд. Водку Довгань тоже украсил своим портретом. А также использовал фотографию отца. Водка Довгань имела защиту от подделок, что было в 90-е очень актуально. Реклама втирала, что напиток этот экологически чистый. Пищевая промышленность и сельское хозяйство были в полном упадке. И Довгань сам ничего не производил. В России делалась только красивая упаковка. К Довганю мог обратиться любой предприниматель и купить у него франшизу. То есть право клеить на свою продукцию этикетку с его брендом. Империя Довгань росла с космической скоростью. Но к концу 90-х миллионера как будто смыло с карты новой России. Кто-то говорит, что Довганя погубила политическая активность. Ему не давали покоя лавры Владимира Брынцалова и Германа Стерлигова, которые метили в президенты. Довгань запустил на телевидении собственное шоу, укрепляя влияние на граждан России. И тоже мечтал о власти. С диким треском империя Довганя развалилась сразу после кризиса 98-го года. Он потерял огромные деньги. Его продукты с рынка исчезли. Но это не мешает ему сегодня учить людей зарабатывать миллионы. Сделавший состояние на водке, он призывает всех бросить пить. Колбаса в Советском Союзе была признаком достатка и счастья. Настоящей внутренней валюты. Бутерброды с сырокопченой колбасой подавали на самых роскошных банкетах. Но колбасы на всех не хватало. И к началу 90-х качество свое она окончательно растеряла. В ней было слишком много крахмала и американской сои. И в начале 90-х появилась импортная колбаса отличного качества. Салями, прекрасная ветчина. Стоила это огромные деньги. Но покупательская способность в России была очень низкая. Миллионы людей остались без работы и еле-еле сводили концы с концами. Поэтому хорошая европейская колбаса с прилавков быстро исчезла. Гастрономы пусты. Делать в них нечего. Еду теперь продают в ларьках, открывать которые кинулись все более-менее предприимчивые люди. Типичная витрина тех лет. Средства женской гигиены, вобла, импортный джем и водка. Продукция в ларьках, как правило, левая, сделанная на полулегальных заводах в Польше. Соус и кофе, маринованные огурчики, страшная колбаса. И, конечно, всевозможный поддельный алкоголь. Дико популярна водка «Абсолют», сделанная якобы в Швеции. Летом 95-го накрыли огромный завод в Венгрии, который выдавал ежегодно 5 миллионов бутылок левого «Абсолюта». И таких предприятий в Восточной Европе было несколько штук. Появилась невиданная водка в жестяных банках, и название «Черная смерть» никого не смущало. Стоили эти баночки дешево, их было легко прятать под одеждой. А новые хозяева жизни позволяют себе эксклюзивный французский коньяк и виски. Две-три тысячи долларов за бутылку? Не вопрос. Готовы были платить и больше. За продуктами и алкоголем люди ходят на огромные оптовые рынки, где еда на прилавках лежит в перемешку с одеждой. Первым расцвел Рижский рынок, который сразу же взяли под контроль несколько мощных криминальных группировок. А в 94-м на огромном пустыре Восточного округа Москвы появился Черкизовский рынок, организованный легендарным Тельманом Исмаиловым. Главная торговая база России, откуда товар, развозили потом по всей стране. По продуктам бегали крысы. Большая часть товара была просрочкой или опасными для здоровья подделками. Но покупатели были счастливы. Цены здесь были на порядок ниже магазинов. Вся торговля на продуктовых рынках в 90-е абсолютно криминальный бизнес. Войны разных этнических ОПГ, рэкет и попутная торговля наркотой. На рынках убивали и тут же закапывали, устраивали теракты. Это был сумасшедший круговорот Черного Нала. Черкизон занимал территорию размером 80 футбольных полей. И Дельман Исмаилов стал самым богатым в Москве человеком. Продолжал свое дело в нулевые. Спускал миллионы на банкеты с участием заграничных звезд. Ему, конечно, сказочно повезло. Сегодня он банкрот. За ним охотятся кредиторы. Но Дельман жив. В отличие от множества других хозяев московских рынков. В 92-м на нашем рынке появился спирт-рояль. Предлагалось три сорта. С золотой пробкой, синий и красный. Пить можно было только с золотой. Остальные два вида были техническими. Телевизионные новости в 90-е беспрерывно рассказывают о массовых отравлениях алкоголем в разных регионах России. Люди гибнут разом по 20-30 человек. Красноярск. Похороны очередных жертв паленой водки. Выжившие лежат в больнице и потеряли зрение. Февраль 95-го года. Похороны депутата Государственной думы Сергея Скорочкина. Дорогущий гроб. Очень важные люди. В юности Скорочкин жил в городе Зарайске Московской области и работал трактористом. Но в 90-е стал криминальным авторитетом. А потом сообразил, как делать большие деньги, используя людей в местной власти. Скорочкин решил, что ему нужна охранная грамота. Мандат депутата Государственной думы. И он выставил перед избирателями несколько машин с халявной водкой, пообещав, что после выборов наливать буду каждый день. Скорочкин набрал кредитов и запустил в родном городе большой завод, круглосуточно выпускавший дешевую водку. А потом придумал клеить на свою продукцию чужие, более статусные марки. Скорочкин кинул множество компаньонов по бизнесу. Взял бабки, пообещал пустить их в дело и отдать с процентами. Лодочный завод давал сумасшедшую прибыль, но денег компаньоны Скорочкина не получили. И в начале февраля его похитили. А через три дня на окраине Зарайска был обнаружен его обезображенный труп в наручниках с депутатским значком на пиджаке. В 97-м году президент России наконец решил навести порядок на алкогольном рынке. И возмутился тому, что многочисленные подпольщики и легальные производители водки казну ничего не платят. А вскоре случился кризис. И граждане Новой России снова испытали шок. Но только жизнь более-менее наладилась, как снова страшно выросли цены. И встал вопрос, чем кормить семью. И вместе с 90-ми ушла радость от вкусной пищи. Такого восторга от жвачки, бананов или импортного ликера сегодня никто уже не испытывает. А тогда даже самые примитивные продукты способны были сделать человека счастливым. Было еще и такое. В общем, убивали стариков ради квартир. У пьяниц отбирали за бутылку водки. Представляете, за бутылку водки отбирали квартиру. И пьяницу могло повезти, если его отправят в какой-нибудь захудалый дом, в глухое село, за несколько километров от Москвы, или от другого города, где он проживает. Смотря где и в каких городах. Просто таким пьяницу повезло. А сколько их закопано, сколько их пропало в безвести, это никому не известно. Никому не известно. Поэтому об этом видео будет в следующий раз. А сейчас еще немножко добавлю за водку. Многие потравились водкой. Покупали бронсаловский спирт. Но об этом будет в следующем видео. Также, дорогие мои подписчики, скидывайте ссылочку на свою соцсеть ВКонтакте или Фейсбуке. Можете написать мне в личке там. Я оставлю ссылочки в описании. Также ссылочки на видео будут в описании. Можете присылать видео, если у вас остались эти видео с 90-х годов. Самый лучший донат через это приложение. Введи мой промо-код. Самое лучшее приложение для переводов Пайсент. Это приложение затмевает уже Вестерн Юнион, Мани Грем. Чем она удобна? Для первого перевода вы вводите специальный код. Я его оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Чем она лучше? Лучше тем, что когда вы отправляете специальный код, первый перевод вам будет бесплатный. Также вам назначается специальный код. Вы его даете друзьям и вам начисляются определенные бонусы. Для получения бонусов количество друзей приглашенных не ограничено. Бонусы также не ограничены. Всем до новых встреч. Пользуйтесь Пайсент. Пользуйтесь Пайсент. Пользуйтесь Пайсент. Продолжение следует...